всем огромный привет сегодня будут небольшие покупки хочу вам рассказать что прикупила для оформления и хранения наклеек очень меня многие спрашивали марин где ты как ты хранишь наклейки как-то оформляешь вообще что-то с ними делаешь обязательно буду снимать такие видео показывать вам рассказывать да это мое хобби самого-самого детства жалко что не сохранились какие-то старые наклейки где-то что-то осталось надо еще разобраться в ящиках пересмотреть может быть даже что-то найду из старенького если что-то найду обязательно конечно тоже сниму вам покажу ну и давайте приступим к покупкам какие-то покупки были сделаны на валдберрисе какие-то покупки были сделаны фикс прайсе что-то где-то так вот по чуть-чуть ищу в общем что я купила для оформления наклеек оформлять будем с вами вместе во первых мне для оформления наклеек нужна простая самая обычная белая бумага ну здесь я уже по вытаскивала у меня там есть целый я просто не стала тащить большой такой блок бумаги в 500 листов поэтому для оформления наклеек нужно обычная простая белая бумага которую я буду разрезать на две части но в общем на две половинки у меня это листы а4 и я буду из них делать вот такие вот две половинки в общем как листы опять это все будет разрезаться поэтому эта вещь нужная у меня там целый блок в принципе недорогая бумага продается и фикс прайсе можно прикупить кому интересно дальше вот такой вот двухсторонний скотч самый обычный тоненький его тоже можно приобрести на валдберрисе причем они есть различной ширины я вначале хотела прикупить себе самый обычный тоненький такой есть вот один сантиметр в общем разные но думаю пускай лучше я куплю себе вот такой широкий так сейчас вам покажу но я думаю все знают что это за двухсторонний скотч просто клеить тем я потом покажу конечно же вам как я его использую просто вот клеить и потом куда вам нужно что-то приклеить или прислонить просто вот эту желтенькую снимаете и пожалуйста у вас все аккуратненько оформлено для творческих идей для творческих людей вообще это обалденная вещь и я прикупила даже еще один вот мне идет хотя мне этого в принципе хватит на очень-очень много и хорошо что он такой прям тоненький тоненький ничего не выпирает ничего не заметно прям творческим людям это самая как говорится нужная принужная вещь дальше фикс прайсе вот самый дешевый картон это фикс прайсе 59 рублей где бы я не искала дешевле не нашла здесь по 4 так тут 12 листов тут 14 самый простой обычный белый мелованный картон во первых я его еще подкладываю в раскраске когда раскрашиваю и нужно проложить там между листочков чтобы у меня ничего не протекала вот я тоже подкладываю картон он толстенький не просто обычный листочек бумаги так что девчонки берите на вооружение 59 рублей во первых можно делать выкраску делать такие заготовочки вот я тоже хочу делать такие как бы до делать заготовочки выкладывать карандашики и в общем вставлять если у меня железные пеналы там то я в железный пенал прям вставляю такой образец выкраски у меня там прям в пенале лежит я тоже вам положу поэтому ну покажу поэтому вот этот белый мелованный картон тоже это нужная такая вещь 59 рублей вот я два таких купила две упаковки этого белого мелованного картона и потом я конечно же еще покажу вам что я делаю из картона я делаю тоже самодельные закладки очень классные потом которыми тоже закладываю книги закладываю свои раскраски в общем картон вещь нужна и также цветной картон тоже вот я из белых делаю закладки из цветной картон я тоже покупаю для этих целей чтобы делать свои закладки для раскрасок ну и также еще покажу вам потом что еще делаю также выкраску карандашей то что бумагу тут очень хорошая не протекающие в общем купил также мне понадобится это для наклеек будем вам с вами кое-что делать потом я взяла вот такие вот это у нас с вами знаете что папка файлы папка файлы гладкие тут аж 100 штук опять это мне тоже нужно для того чтобы оформить свой оформлять свой скетчбук обязательно вам покажу как я это делаю вот повышенная вместимость до 40 листов бумаги 80 миллиграмм в общем вот так здесь 100 штук очень классные я еще нашла у меня старенькие мои были которые я покупала еще давно когда училась в школе но они почему-то больше чем вот эти или меньше наоборот в общем вот так потом я их тоже переберу какие-то в дело пущу но мне пока вот 100 штук хватит если надо будет еще закажу что-то 200 рублей что ли не очень дорого и купила себе две вот такие папочки это две папки на кольцах она увеличенного формата не просто как тетрадь на кольцах узнаете все мы знаем что есть тетрадь на кольцах а это папка на кольцах она увеличенного чуть-чуть формата что отсюда не будут вылазить никакие листики причем одну я взяла за 200 рублей потом она подешевела представляете стала по 160 и я взяла вторую думаю возьму вторую потому что вдруг мне понадобится здесь можно что-то наклеить надпись какую-то прекрасно будет вот так вот стоять вот мои листочки выпали сейчас вам тоже расскажу покажу вот прекрасно будет стоять где-то на полочке вот так что он классно это все выглядит и вот так я взяла и потом раз она подешевела мне в принципе надо еще взять третью такую папочку надеюсь они будут еще такие дешевые по 160 рублей и вот хочу вам показать какого она видите формата вот у меня здесь уже файлики вот эти вставлены и вот она увеличенного чуть-чуть формата что тут примерно по одному полтора сантиметра остается чтобы ничего никуда не вылезала вот я уже эти листочки вставила файлики вот которые я разрезаю листы а4 и вот сюда вот в эту папочку в эту папку влезает она очень такая высокая влезает вроде то ли до 160 в общем от 120 до 160 вроде листов вот сделано в россии срок годности не ограничен так папка на кольцах ну в общем вот так мне надо еще приобрести себе третью именно просто для листочков для таких знаете как в линеечку в клеточку просто чтобы писать может быть сделаю кто-то на не очень так но не нормально сойдет потом все прицепляется и вот они эти листочки которые я вырезаю для оформления своего скетчбука потом конечно же будем оформлять с вами вместе я покажу и вот тут уголки я закругляю вот просто ножничками вот так закругляю потому что чтобы так удобнее гораздо так не мнется уголки не мнутся не загибаются и так гораздо удобнее смотрите вот если бы здесь были можно дыроколом в принципе проткнуть и смотрите насколько до увеличенная вот эта папочка вот хорошая папка так что вот так у меня уже здесь подготовленные листочки конечно это очень мало но я подготовила тоже чтобы мы с вами делали скетчбук вот поделилась с вами такими покупочками своими всегда можно найти что-то подешевле что-то такое классное хорошая да в принципе вот как говорится для хобби творчества все всем пока пока рассказывайте какое хобби у вас